Сегодня мы решили пройтись по продуктовым торговым сетям. Что заметили сразу, ажиотаж на гречку и другие крупы, а также сахар спал. Но люди говорят, цены растут. Мне часто приходится брать геркулес для животных, каши варю. Ну, 400 грамм на 3 рубля повысился. Стоил 12 с копейками, стал больше 14 рублей. Крупу я смотрела, немного подорожало, немного подорожали овощи, яблоки подорожали, которые я брала. Лимон, он сейчас уже 340 рублей. К слову, лимоны мы нашли лишь в одном магазине. Цена была невысокая, но выбор оставлял желать лучшего. Овощи и фрукты сейчас пользуются большим спросом, чем обычно. Люди в период пандемии стараются укрепить иммунитет и налегают на витамины. А вот почему цена на эти продукты растет у людей и экономистов свое мнение. Люди хотят получить прибыль, потому что покупательский поток уменьшился, людям надо зарплату платить, аренду, видимо, выплачивать. Но если мы посмотрим сегодня на прилавки магазинов, то отечественных яблок и груш тем более нет. Это все импортное. Поэтому, естественно, если доллар растет или евро растет, то и цены на импортные продукты питания тоже будут расти. Идеальный шторм устроили российскому бизнесу коронавирус и подорожание доллара. В этом вопросе сходятся, пожалуй, все экономисты страны. В ближайшее время, по их мнению, подорожает кофе. Это и понятно. Рыба, сельд, треска, минтай привязаны к ценам мирового рынка. К тому же из-за коронавируса предприятиям приходится корректировать бюджеты. Растут расходы, к примеру, на дезинфекцию помещений. Так что цены будут расти и на другие группы товаров. Пока не критически, но может быть все впереди. Существует тенденция на то, чтобы государство все-таки установило определенный контроль на некоторую хотя бы социально значимую группу продуктов питания. У нас есть, допустим, хлеб, на который невозможно резко повышать цены. И сегодня, по всей видимости, в ближайшее время, возможно, правительство возьмет, расширит этот список, либо установит определенный контроль за ростом этих цен. Уже есть такое предложение, чтобы не более чем на 10% каждая стадия имела право накручивать цену. Впрочем, у торговых сетей часто есть возможность компенсировать рост закупочных цен. И порой они это делают. Например, по итогам нашего спонтанного рейда по магазинам мы резкого скачка цен не заметили. Может быть, потому что почти каждый известный ритейлер сделал скидки на многие продукты питания. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.